Девушки отдыхают Да, я знаю, я понимаю. Спасибо вам большое. Буду ждать ваших звонков. Шалом. Шалом. Держите. Тонкая работа. Впечатляет. Тонкая работа. Тонкая работа. Впечатляет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А ты знаешь, что неизрасходованный желудочный сок может проделать дыру в желудке? Пап, пожалуйста, перестань У нас раньше была замечательная семейная традиция Завтрак! Теперь ты занялась спортом и каждое утро оставляешь меня один на один с беконом Папочка, я в который раз тебе предлагаю, давай перенесем наш завтрак на час позже, ты упрямишься Да, потому что я завтракаю в одно и то же время уже сорок лет, ты это прекрасно знаешь Тогда приятного аппетита И приглашаю тебя на второй завтрак через час Второго завтрака не будет, дочь моя Люблю тебя! Я тебя тоже Слушай, эти бабки гораздо лучше ближай И недорогие А тебе как? Не тянет больше Но я бы все-таки взять яблоко очень есть хочется Когда ты отцу скажешь? Мне обещал быть против Может и будет Но недолго Потому что как умный человек сразу поймет, что я самая подходящая для тебя партия Потому что это так и есть Да, слушаю Хорошо, скоро будем Адрес пришлете? Спасибо Ну что, Милая Львовна Вот и работу подоспел? Здравствуйте Привет Привет Слушай, а где Макс? Он будет, не знаешь? Я не могу до него дозвониться Нет, его не будет Его к начальству вызвали У нас какие-то перестановки в руководстве Ну вот, ты знаешь, а я нет Значит, ты на особом положении Ваня, давай к делу Ладно Жертва Алена Костина Журналист из здания «Первая новость» Три выстрела в грудь Мать убитой Лариса Павловна Ладно, я пойду проверю камеру в подъезде Давай Давай Привет, Костя Привет, милая Львовна Спасибо Вероятно, артерию задели, поэтому так много крови Отпечатков нигде нет Стреляли отсюда? Да Кровь на убийце попала Когда вы связывались в последний раз с дочерью? Мы по понедельникам всегда с ней вместе обедали А в эту субботу она сказала, что не сможет Она еще просила к Антону в больницу сходить Антон, это муж Алены? Да Антон сказал, что она еще обещала ему перезвонить Сказать, что клиника ответила Здрасте А она не переживала Мы же думали, что она не та, а она Я сегодня прихожу Открыла дверь внову Костя Костя, подойди, пожалуйста Нужно след замерить Где? Вон Сорок третий Ага 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 Костя, захвати пинцет! Что-то нашла? Он не только ботинки снял, но еще и руки помыл. У него сменная одежда даже была. Вон, смотри. Это что? Контактная линза. Контактная линза, обнаруженная тобой, вероятнее всего принадлежит убийце. Потому что никто из семьи Алены линзами не пользуется. Линзу отправили на экспертизу. Вероятно, будет обнаружен генетический материал. Хорошо. Получается, что убийца пришел к Алене по предварительной договоренности. Алена сама ему открыла дверь, значит, она его не опасалась. Следов борьбы нет. Дверь не взломана. Согласен. Кроме того, телефон и ноутбук Алены не обнаружены. Скорее всего, их забрал убийца. Потому что, вероятно, там есть что-то, что может на него указывать. Как я вам завидую, ребята. Вам так повезло со мной. Демин, ходишь по краю. Понял, шутки в сторону. В доме убитой камер нет. Но напротив есть частный детский центр. Вот на этом видео я его нашел. Фолье-пицца? Какое-то знакомое название. Ты думаешь, это он? Ну, предположительное время смерти у нас есть. Я смотрел все видео в этом интервале. Из чужих в дом заходил только этот курьер. Вот он зашел. Через 20 минут вышел. Ну, хорошо. Значит, ждем от Джеки. Точное время смерти Костиной. А сейчас... Время знакомиться с новым руководством, ребята. Разрешите представиться Замаренов Андрей Васильевич. С нынешнего дня начальник нашего УВД. Разрешите каждому из вас пожать руку. Максим Андрей Васильевич. Рад, что ты, что вы. Теперь с нами. Поздравляю. Нам есть что повспоминать. Давай как-нибудь посидим и повспоминаем. Договорились. Замаренов. 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 А вы что знакомы? Учились вместе. Замаренов. А вам я даже не знаю, руку сжать или целовать. Да меня вообще лучше не трогать. А вы трудитесь в пиар-службе? Скорее подвожу итоги жизненного пути. Ну, то есть вы? Судмед-эксперт Жукова Евгения Александровна. Ого. Очень приятно. Уверен, наше сотрудничество будет плодородным. Плодотворным. Время покажет, Андрей Васильевич. Да. Коллеги, очень рад быть частью вашей команды. Не смей больше задерживать. Плодотворного дня. Макс, вы туда. Слушай, вы, правда, нахуй. Девят, иди уже. Ну, расскажи, чего ты? Давай, потом. Потом. Три выстрела было произведено с близкого расстояния. Первый смертельный задел артерию. Следы от пуль на груди расположены хаотично. Вторая пуля под ребро. Третья чуть ниже шеи. Получается, рука дрогнула? Думаю, испугался ваш стрелок. Кровь видел, сердечко запрыгало, рука дернулась. Но все-таки он попал. Значит, опыт у него какой-то есть. Возможно. Время смерти двое суток назад с 13 до 14. Совпадает. Курьер вошел в 13.10, вышел в 13.30. А в пиццерию я уже звонил. Заказа на адрес жертвы не поступало. Форма ни у кого не пропадала. Может быть, он после убийства выкинул всю одежду? Я могу сгонять, проверить все мусорки рядом с домом убитой. Отлично. Максу сообщу. Давай. Ладно, я пошел. Пока, мил. Пока. Всего хорошего, Евгения Александровна. Ладно. У Антона Костина муковый сцидос. Так, это что-то неизлечимое, да? Да. Сколько ему лет? 29. А средняя продолжительность жизни при таком диагнозе 25-27 лет. Так что это чудо, что он все еще жив. Да, Вань, говори. Макс, привет. Термосумку курьера нашел, но формы нигде нет. Сумку на экспертизу отправил. Сейчас вот еду в пиццерию, поговорю с ними. Вдруг что-то вспомнит. Хорошо. Давай, Вань, работай. Пока. Ладно, пока. Молодец. Антон, примите нашу соболезновую. Как давно вы были женаты? С Аленой мы познакомились пять лет назад. Она делала репортаж про муковый сцидос. Попросила меня дать интервью. Я согласился. С тех пор мы не расставались. А недавно Алена нашла клинику в Израиле. Они предлагают сделать пересадку легких. Ну, это просто колоссальные деньги. Я сказал, что не надо. Что пустое это все. А Алена что сделала? Алена поехала в командировку. Куда-то на Алтай. Потом вернулась оттуда полной уверенности, что все получится. Где она собиралась взять деньги? Я не знаю. Она мне не рассказывала. Только говорила, чтобы я ни о чем не переживал. И думала о выздоровлении. Пап. А? Скажи. А вы с мамой быстро поженились? Нет. Понимаешь, дело в том, что твоя мама не сразу поняла, что я ее судьба. Ей потребовалось время. Сколько? Ну, около двух лет. Да. Ты ждал? Конечно. Я же ее любил. Был настойчив. И знал, что рано или поздно она будет моей. Молодец. Вот и тебе правильно было бы последовать маминому примеру. Крышопа. Крышопа. Демин. Ну, ты, конечно, способен еще удивить. Первый в отделе. Ты посмотри, что делается. Привет, Ваня. Здравствуйте, Максим Олегович. Здравия желаю, Мила Львовна. Коллеги, вы поздновато на работу приходите. Дождите, что я один раз скрою дело, а вы позеленеете от зависти. Наорыл что-то в редакции? Давай, показывай. Я просил главреда первые новости и забрал на рабочий компьютер Алены. Теперь у нас есть материалы, с которыми работала Костина до убийства. Молодец. И что там? Материал к столетию со дня рождения актрисы Екатерины Гнатюк. И статья по делу об убийстве бизнесмена Зайцева. Это не того ли бизнесмена всем известного Зайцева, которого убила собственная жена? Я знал, что тебе будет интересно и отправил уже тебе все на почту. А Миля отправила себе материалы по актрисе Гнатюк. Ты же любишь древности? Спасибо, Ванечка. Давай здесь быстренько посмотрим. Меня зовут Софья Зайцева. Меня обвиняют в убийстве моего мужа Зайцева Олега Витальевича. Заявляю всем, я не виновна. Меня подставили. Мое дело сфабрикованное. И я знаю, кто это сделал. Это Ирина Баталова. По ней есть отдельный файл. Баталова Ирина Сергеевна. Крупный девелопер. На рынке недвижимости более десяти лет. В Москве и области шесть крупных объектов. Версия жены Зайцева. Баталова хотела прикормить их землю. Поэтому убила бизнесмена и подставила Софью каким-то образом. Значит, получается вот, что для Баталовой результаты расследования Костиной – это серьезный мотив для убийства. Сделаем вот что. Вы доразберете файлы, а я пойду к Замаренову и подпишу запрос на ознакомление с делом бизнесмена Зайцева. Будем сравнивать с материалами Алены? Да. Будем. Андрей! Васильевич, одну минутку. Есть просьба? А у меня к тебе есть разговор, Максим Олегович. Возглавишь отдел. Зарплата – та же обязанность и больше. Должность не замещена. Ты кандидатура номер один. Не ожидал, но горд, рад и благодарю за доверие. Андрей Васильевич, подпиши запрос на ознакомление с делом бизнесмена Зайцева. Зачем тебе? Я им занимался в СК до перехода сюда. А что не так? Вот это совхадение. Мы отделом нарыли, что дело бизнесмена этого связано с убийством журналистки Костиной. Суда еще не было. Дело я передал Рассулову. Там все просто. Жена наняла киллера, чтобы стать богатой вдовой. Но Рассулову позвоню, запрос подпишу, конечно. Держи меня в курсе. Спасибо. А, Макс, слушай. Это владычица царства мертвых. У нее есть кто? Нет. Попался таки. Насколько мне известно, нет. Так, в личных переписках Костиной нет никаких договоренностей о встречах даты убийства. Подозрительного общения или угроз я тоже не вижу. А биллинг нам прислали? Вот так. Да, сейчас. Так. В день убийства в 13.05. Ей звонили из израильской клиники. Практически перед самоубийством. А раньше? За два дня до. Мать сказала, что Алена в субботу отменила их совместный обед по понедельникам. Значит, у нее уже была договоренность о встрече. За два дня до. За два дня до. А, вот входящий звонок из СИЗО, вероятно, от Софьи Зайцевой. О, вот, вот немосковский номер. Код города 3854. Алена звонила в БИСК, в Алтайский край. Муж Алены говорил про ее командировку на Алтай. Так, подожди. А дай-ка мне распечатку фио-банковской карты. Так. Вот, смотри. Она купила билеты. Угу. Москва, Горнолатайск, Москва. Горнолатайск, это где у нас? Сейчас. А, ну это ближайший к БИСКу аэропорт. В ста километрах. А возврата средств от редакции за эти билеты нет. То есть, она летала за свой счет. А это что означает? А, не знаю, что. Что это не командировка. Это поездка не по заказу редакции. А ее собственная инициатива. Ты швец? Он самый. Чего хотел? Меня интересуют материалы дела по убийству бизнесмена Зайцева. Андрей Васильевич вам звонил. Да, Замаренов попросил. Но он больше не ведет это дело и не работает в Следственном комитете. Показывать материалы, кому бы то ни было, я не могу. Я согласился только ответить на вопросы, если они есть. Нет? Прощайте. На КПП коттеджного поселка, где было совершено убийство, есть камеры наблюдения, видеоматериалы суток убийства. Вами были изучены? Нет. Их не существует. Гражданка Зайцева заставила охранника КПП удалить все видео. Она наставила на него пистолет. Вот как. А имя этого охранника вы можете назвать? Не могу. Не помню. Константин Сергеевич, я правильно понимаю, что показания этого безымянного охранника есть ваше ключевое свидетельство против Зайцева? Да, именно так. А вот у меня есть показания Муравьева, ВА, жителей этого коттеджного поселка, который утверждает, что в ночь убийства рядом с КПП стояла легковая машина черного цвета. У вас такие данные в материалах дела есть? По ним была пройдена проверка? У меня нет такой информации. А у вас она откуда? Из материалов расследования издательства. Первая новость. В моем отделе версии строят на проверенных источниках. А не на заметку желтой прессы. Жена Зайцева виновна? Дело я скоро передам в суд. А ты швец. Иди. Учись работать. Не отвлекай меня. Александр Сергеевич, как вам удается так органично и достоверно играть простых людей? Раскройте секрет вашего таланта. Здесь нет особого секрета. Я же детдомовский. Знаю жизнь народа не понаслышке, а изнутри. Я был долгое время в этой среде. Единственная пометка Алены в интервью – это тридцать вторая минута. Ты понял? Ну, Александр Гнатюк говорит, что он детдомовский и что? У него была мать, Екатерина Гнатюк. Ну, да. Мы знаем его биографию. Она родила его в ГУЛАГе. Отдала в дом малютки. Через пару месяцев мальчика усыновили. Спустя много лет он нашел свою мать, и вскоре Екатерина Гнатюк была убита. Вот именно. Его усыновили. Почему он говорит про то, что он детдомовский? Мил, слушай, зачем мы тратим на это время сейчас? Как это связано вообще со смертью Алены? Понимаешь, Костина ездила в бискс за свой счет, и в интервью ее заинтересовало только то, что Александр Гнатюк был в детдоме. Да, Макс. Угу. Хорошо. Ага, пока. Слушай, Макс пробил там охранника коттеджного поселка из дела Зайцева. Отправляет меня пообщаться с этим Вяткиным. Хорошо, иди. Я сама займусь гнатюками. Ну, ты упрямая, конечно. Упрямая. Ну, сама Максу скажешь. Скажу. Пока я еду, можно, пожалуйста, посмотреть банковский счет этого охранника и сказать, сколько там есть? Ладно, так и быть, Ванечка. Сделаю для тебя доброе дело. Спасибо. Вяткин. Матвей Алексеевич. Разрешите? Да, да. Проходи, садись. Я поговорил с Рассоловым. Так. Да и сядь ты. Что Рассолов? Андрей Васильевич, считаю необходимым начать проверку по процедуре расследования дела бизнесмена Зайцева. Очевидно, что были скрыты важные данные, противоречащие основной версии следствия. Кем скрыты? Мной или Рассоловым? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что только что охранник КПП коттеджного поселка, где был убит Зайцев, признался лейтенанту Демину в даче ложных показаний. Андрюх, вообще, почему вы не рассматривали версию, что Зайцева заказала Баталова? Макс, я думал, что наши разборки в прошлом. Проверяю, в деле Зайцева все было сделано по процедуре. Подожди, разборки здесь ни при чем. Дело мне никто не дал. Как это? А вот так это. Я лично отправил запрос и сам попросил Рассолова тебе посодействовать. Вот ты попросил Рассолова посодействовать, а он скорее противодействовал. Я тебе еще раз повторяю, что основной свидетель по делу бизнесмена Зайцева, на основании показаний которого строилась основная версия, что Софья Зайцева заказала собственного мужа, получил полмиллиона. И мне интересно, сколько получил Рассолов за потасовку и сокрытие важных улик. Так, Макс, ты не кипятись. Это очень серьезное обвинение. За Рассолова я ручаюсь. Андрюха, ну что ты мне прикажешь думать, что тут тоже есть в этой схеме? Максим Олегович, я никогда не брал взяток. Никогда. Извини. Почему ты защищаешь Рассолова? Вы друзья? Рассолов – опытный следователь. Промахов у него я не видел. Ну, может быть, поэтому и ты не видел, Промахов, потому что опытный следователь Рассолов грамотно все заметает под ковер. Вообще, если мы сейчас начнем официальную проверку, то Рассолов успеет скрыть свою связь с баталом. Что ты предлагаешь? Мне снилось, что нас ограбили. Доброе утро. Потом я проснулся от душераздирающего крика. Ну и? Было четыре утра. Понятно. Прости, пожалуйста, я не нашла наушники, а мне нужно было посмотреть фильм. М-м-м. Ну, есть. Хочешь? Нет, спасибо. Ну и как? Фельмец? Хороший боевик, да? Между прочим, это драма советская. Притворство называется. Притворство. А-а-а, это фильм с Екатериной Гнатюк, да? Да. Достойная картина. Я даже ничего не знала про актрису. Посмотрела еще два фильма с ней. Это... Екатерина Гнатюк была звездой советского глянца. Между прочим, Вера Ильинична Рябинина, наш институтский преподаватель, я тебе про нее рассказывал, была следователем в деле об убийстве этой Гнатюка. Да, мы даже это дело разбирали на занятиях. Преступника довольно быстро поймали. Но, что любопытно, большую часть драгоценностей найти так и не смогли. Музыка А ты не помнишь, случайно, сумму ущерба? Приличная. По нынешним деньгам десятки миллионов рублей. Да. А с твоим кабинетом что, кондиционер сломался? Там глаза, уши. Да и на свежем воздухе всегда лучше. Мы теперь в одной лодке. Парень, которого ты так неласково встретил, мутит служебное расследование по делу Зайцева. Против тебя. Вот так, Костя. Что предлагаешь? Взаимовыгодное сотрудничество. Я прямо сейчас затыкаю швеца с его служебкой, а ты берешь меня в долю. Я не понимаю, о чем ты, Андрей. На своем новом месте я могу быть крайне полезен тебе и твоим друзьям. Я вас прикрываю, вы мне полосите. А если у тебя друзья жадные, тогда мне не имеет смысла останавливать швеца. Догоняешь? Хорошо. Мне нужно пару дней. Кость, даю тебе сутки. Время пошло. Что мы имеем? Термосумка из пиццерии со следами крови убитой. Скорее всего, убийца выносил в ней испачканную кровью Алены одежду. Но саму одежду обнаружить не удалось. Подожировых на сумке много, но все они принадлежат разным людям и в базе никого нет. Известно, на ней обнаружено орудие убийства – пистолет ТТ. Рост убийцы курьера. Судя по камерам наблюдений, примерно метр семьдесят пять. А это значит, что тот, кто убил Костину, мог и убить бизнесмена Зайцева в коттеджном поселке. Судя по свидетельствам охранника Вяткина, рост подходит. Я думаю, что профессиональный киллер не мог оставить столько следов. Термосумка в ближайшей мусорке, линза в ванной, след от ботинка в прихожей, попал под камеры, в конце концов. Что это за киллер такой? Я думаю, что убийство Алены Костиной связано с ее материалами об актрисе Екатерине Гнатюк. Она была убита в 1978 году в своей квартире при ограблении. И часть драгоценностей так и не найдена. Алене нужны были деньги на операцию для мужа. Что если она узнала, где находится часть пропавших драгоценностей, и след их повел ее на Алтай, куда она поехала за свой счет? Муж Алены сказал, что она точно знала, как достать деньги на операцию. Зачем она поехала на Алтай? Почему в рабочих файлах ничего не сказано об этой поездке? Я думаю, что нужно встретиться с сыновьями Гнатюка. Они должны что-то знать о пропавших украшениях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вам звонила. А, добрый день, милая Львовна. Здравствуйте. Да, я помню. Прошу меня простить, меня ждет машина. Еду в студию на запись эфира. Я ненадолго, всего пару вопросов. Ну, хорошо. Скажите, вы живете в квартире вашей мамы, верно? Да, здесь. В 60-м Хрущев дал ее маме вместе со званием народной. Здесь она и представилась. Царствие небесное. Скажите, почему вы не общаетесь с вашим братом Иваном? Ну, я никогда не скрывал, что не стали мы родными людьми, к моему огромному сожалению. Последний раз мы с ним виделись, когда я выкупал его половину квартиры. Давно. Андрей Васильевич? Что там, Расулов? Не испугался. Ладно, посмотрим. Нарушка есть? Да. Будет его везти и докладывать каждые полчаса. Хорошо. Главное, чтобы он не пронюхал про нашу ловушку. Недавно у вас брала интервью Алена Костина. Она пишет статью у Екатерины Михайловны по заказу редакции «Первая новость». Помните? Елена Костина? Алена. Возможно, не знаю. Простите, я уже дал порядка десяти интервью к юбилею мамы. У меня все смешалось. Кто приходил, когда? А что, что-то не так? Вот она. Да, была такая. Ее убили? Алена, значит. Бедная девушка. Скажите, она спрашивала у вас что-то про детский дом? Возможно. Не могу сказать. Не помню. В какой период вы там находились? Моя приемная семья была хуже спецприемника. Я часто сбегал от них. И когда меня ловили, то засовывали в детские дома и держали там до тех пор, пока приемные родители не забирали меня. Но вы жили с ними в Бийске, на Алтае, верно? Да, это открытая информация. За несколько дней до гибели Алена ездила в Бийск. Может быть, она хотела что-то выяснить про вас? Не думаю, что это связано с моей биографией. Там давно нет моих следов. Скажите, она спрашивала у вас что-то о части пропавшей коллекции драгоценностей вашей мамы? Нет, об этом никто из журналистов меня не спрашивал. Эта информация была только у следствия. Насколько я знаю, мамину коллекцию полностью не видел никто. Да и нет доказательств, что вторая половина коллекции реально существовала. На мой взгляд, это очередная легенда, которыми полнится мамина биография. Простите меня, мила Львовна, но меня ждут на телестудии. Я должен ехать. Вас подвезти? Нет, спасибо. Мне пешком удобнее. Ну, всего доброго. До свидания. Жукова Евгения Александровна. У вас там фотография разве не приложена? Безобразие, Евгения Александровна. Все отчеты сдала. Если у вас чего-то нет, это ваши потеряли. Дадут нарушение пострашнее, чем не сданный отчет. Трупами не торгую. Буду знать. Вы, Евгения Александровна, злостно нарушаете трудовой кодекс. В отпуск не ходите уже второй год. Вот спустился ваш склеп, чтобы исправить нарушение. А в чем проблема? Не хочу и не хожу. Придется применить начальственные меры и отправить вас в отпуск в приказном порядке. Вот как. Ладно, где подписать? Это завтра у меня в кабинете. А я завтра не могу. Только в конце недели. Исключено Евгения Александровна. Дело срочное. Нужно решить сегодня. Жду вас снаружи. У вас две минуты. Собирайтесь. А я думаю, куда пятница пропала. А пятница... Вот где. Просто хотела подготовиться к завтрашней оперативке. Думаю, что я сделаю Екатерину Гнатюку, мы сможем узнать, кто убил Алену Костину. И я уже кое-что нашла. Давай рассказывай, рассказывай. Стоп. Нет, сначала... Целуй меня. Да. Быстро целуй. Здравия желаю. Свидетели нет. Дверь не взломана. Замок целый. Похоже, жертва сама открыла дверь. Причина смерти. Задушена диванной подушкой. Время смерти. С десяти утра до полудня. В двенадцать пришла домработница. Прокудина Мария Ардальоновна. Мария Ардальоновна. Я. Следователь Рябинина. Уголовный розыск. Вы пришли в двенадцать, верно? Опоздала на пять минут. Бежала. Екатерина Михайловна не любит, когда не вовремя. У вас есть ключи от квартиры? Как вы обнаружили тело? Так, я зашла. Тишина. Я думала, она специально, чтобы накричать на меня для дисциплины. Я с сумками в кухню шмык. Думала, ну сейчас начнется. Опять тишина. Вот тут я испугалась. Пошла в комнаты, отдал. В общем... Кто мог ей желать смерти, как вы думаете? Народа здесь бывает много. Почти каждый день гости, застолья. Всяк со своими мыслями. Кто его знает? Повспоминайте получше. Кто что говорил в последнее время. Вы нам очень поможете. Я постараюсь. Что теперь будет? Сейф открыли ключом, не ломали. Ключ забрали с собой. Ключ в квартире не обнаружен. Убийца знал, где искать. Так все знали. Она его всегда на цепочке, на шее носила. Никогда не снимала. Она же лагерная. А что в сейфе было? Так драгоценности. Красивые, дорогие. Они от бабки-дворянки в наследство достались. А вы откуда знаете? Так она мне их показывала однажды. Можете описать украшения? Как они выглядели? Я помню. Золотое такое. С ампирами, что ли. С ампирами, может? Да, с ними. Синенькие такие камушки. И еще... Эх, как это называется мебель? Гарнитур. Да, там были серьги, кольцо и на шею такое... Колье? Да, правильно, колье. Надо искать новых свидетелей, составлять опись. Похоже, здесь особо крупный. Что теперь будет? Господи. Ну, вот мы и пришли. Да. Андрей. Женечка. Так жаль, что мы так быстро пришли. Надо прощаться. Не обязательно. Мы же скоро увидимся. А, да. Понял, 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 понял. Тогда жду тебя в четверг, в четыре часа у меня в кабинете. Придется снова переучиваться на вы. Не обязательно. Ну, до встречи. Ну, до встречи. Ну, до встречи. Андрей. 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 Господи. Сейчас. Так. Так. Все, поможем. Замечусь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Состояние тяжелое, но стабильное Больше пока ничего не могу сказать Спасибо Спасибо Да, слушаю Хорошо, скоро буду Стройков взяли Поеду на допрос, буду держать курс Я тут останусь Пап, я дома Я тоже Устала? Голодная? Есть будешь? Не хочу Ну и пожалуйста Пап, я Я встречаюсь с Максимом Олеговичем И у нас все серьезно Напомни, сколько ему? Он старше меня на 17 лет Ясно Пап, я очень сильно его люблю И боюсь потерять его больше, чем твоего гнева Ладно Если Ты выбрала Максима Олеговича Значит Он очень достойный человек Давайте знакомиться, как говорится Что скажешь Что скажешь Здравствуйте Здравствуйте, Максим Олегович Здравия желаю, Маргарита Андреевна Дело Софьи Зайцевой Можно считать закрытым Она своего мужа Не убивала Признались? Да Киллеры эти ребята терты По эпизоду состребов за Маринова Они сразу дали признательные Дальше стали выторговывать себе смягчающие Мы тоже со своей стороны поднажали Ну, в общем Сдали они заказчицу Деньги давала Баталова Рассолов ее прикрывал То есть киллеры Баталовой убили Алену Костину? Нет, тут мимо У них алиби На момент убийства оба были в Нижнем Новгороде Все проверили Все подтвердилось Ты была права Баталова к смерти журналистки не имеет никакого отношения Надо обязательно выяснить, зачем Алена Костин налетала в БИСК Надо отправить запросы А Ваня уже занимается Он там на связи с местным мобильным оператором Хорошо Тогда вернемся к делу Интересно, чем Екатерина Гнатюк так заинтересовала Алену? Держи Должна уже освободиться Идет, идет Екатерина Михайловна, кто принесет? Здравствуйте Здравствуйте Екатерина Михайловна Можно автограф? Ну, конечно Как я рада, что смогла попасть на ваш спектакль сегодня Я уже много лет преклоняюсь перед вами Вы потрясающие играют Я сейчас не видеть вас Благодарю Понравился вам спектакль Вы великолепны Подпишите мне здесь, прошу вас А как вас зовут? Виталий Иванович Виталий Иванович Всего вам хорошего Можно мне расписаться? А вас как зовут? Анна Анна Какая прелесть Будьте счастливы, Анна Спасибо большое, до свидания Ну, а вам где расписаться? Екатерина Михайловна Я ваш сын Это жестокий бесчеловечный розыгрыш Уходите Я был усыновлен Меня зовут Александр Васильевич Рыбаков В 1953 году меня усыновили Василий и Анфиса Рыбакова Мать сказала, что я приемный И что вы моя настоящая мама Я так давно уже не смеялась Дорогая Катя Пусть в день рождения Твое сердце искрится весельем, как это шампанское Пусть жизнь кружит тебя в нескончаемом вальсе Будь счастлива, любимая наша Катя С днем рождения Днем рождения, Катю Поздравляю Спасибо, мои дорогие Как неприятно Счастлива Как это приятно Я сама открою Я сама А вы смотрели фильм «Притворство»? Все-таки его позвала Сегодня за этим столом собрались мои самые близкие и верные люди Очень вас прошу принять в наш сердечный круг моего старшего сына Александра Катя Ты все-таки нашла его? Как тебе это удалось? Так похож на Катю, правда? Похож? Вот это новость Сразу видна порода Чудеса случаются Весь в Катю Какой подарок Я столько лет искала его Я писала запросы во все инстанции А он, оказывается, вырос в приемной семье И его мама перед смертью рассказала ему обо мне И вот он нашел меня Только сейчас Сегодня мы сделали Саше новый паспорт Мы вернули ему мою фамилию и отчество отца Так что теперь он не Рыбаков Александр Васильевич А Гнатюк Александр Сергеевич Сергеевич, значит А что, Марина, хорошее отчество Пусть твоя жизнь течет по-новому, Саша Ты мой самый главный подарок на день рождения Конечно А мой подарок так Бесполезная, ненужная дрянь Ваня 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 Ты же всегда знал, что он есть Почему ты так себя ведешь Может он проходимец какой Что ты вообще о нем знаешь Я ему верю, Ваня Мне надо было в тюрьме его рожать Ты даже замужем не была Как ты смеешь За что мне все это, Боже Иван Владиленович Я расследую убийство журналистки Алену Костиной Она брала у вас интервью Для Астасии о вашей матери О чем вы с ней говорили? Она задавала вполне стандартные вопросы Многочасового интервью моего так называемого брата Ей вполне бы хватило для написания статьи А какие у вас отношения с Александром? Да никакие После смерти моей матери мы с ним виделись два раза На поминках и на сделке по разделу имущества Скажите, а журналистка во время вашей беседы Она, может, волновалась Или была излишне настойчива? Она украла у меня чашку Подарок дочери Мятного цвета Кстати, займитесь делом Найдите пропажу, молодой человек Хорошо Чашка? Да Вот тут есть показания сыновей Натюк О бэхалибе Младший Иван на момент убийства был В университете Его видели однокурсники А старший Александр на съемочной площадке И есть показания гримера и администратора Проходите, проходите Сыновья поминки устроили? Устроили Чуть не подрались А вы сами что думаете дальше? Останетесь работать у младших гнатюков? Нет Похожу до конца месяца Поприбираюсь напоследок как следует Цветы выброшу И вон из этой Москвы Понятно Вы подумали? Кто-то новый в последнее время Приходил в гости к Екатерине Михайловне? Да Друг Сашкин Стал захаживать Вертлявый такой Высокий Ярик Они репетировали тут Это с позволения Екатерина Михайловна? Да Ярик в ее театре работает У Сашки ключи от квартиры были Он забегал перекусить Иногда репетировал Мог появиться И в отсутствии Екатерины Михайловны Вера Ильинична Здрасте Не ожидал вас увидеть сегодня Добрый день Вы Ярослав Чернов? Он самый Весь к вашим услугам Я бы хотела наедине поговорить с вашим другом Ладно Я в буфете Давай Ярослав, где вы были в день убийства Екатерины Гнатюк? Утром уехал к своей невесте Дине на дачу в Жаворонке Когда вернулись? В часов восемь вечера на Волге Альберт Сафроныч Это мой будущий тесть Я с ними вместе возвратился в Москву Все они могут подтвердить Вы как будто готовились Сашка сказал, что допросит всех Кто бывал дома у Екатерины Михайловны Я, кстати, билет сохранил Хорошо, что не выкинул Держите Ну, билетики заберу? Да, конечно Сколько времени вы работали с Екатериной Михайловной в одном театре? Ну, около полугода Какие у нее были отношения с коллегами? Что-то слышали? Слушайте, это разные Все, что знаю, это ссоры Екатерины Михайловны с Мариной Мазиной Это тоже артистка нашего театра Говорят, они всю жизнь дружили В одной гримерке сидели А около года назад перестали разговаривать И никто из трупа не знает, почему Вы считаете, что Мазина способна убить бывшую подругу? Не знаю Но вчера пришел в театр И увидел новое расписание Где все роли Игнатьюк теперь у Мазиной Ой, прости Угощайся Спасибо Жека не звонила, что там за барин? Состояние стабильное Хорошо Нашла, что мы? Угу Вот, смотри Марина Валерьевна Когда вы познакомились с Екатериной Михайловной? В 47-м В ГУЛАГе В Сосьве Это Свердловская область Вы, конечно, знаете, где это Знаете, бывают Подруги по несчастью А мы вот были подругами по выживанию Мне очень жаль Что жизнь Кати оборвалась так внезапно И я даже не успела сказать ей, что простила ее Простили? Это что значит? Год назад Когда появился Саша Катя проговорилась, кто его отец У нас был Врач в лагере Сергей Романов Я любила его Очень Любила Катя про это знала Но, как оказалось Спала с ним За моей спиной И даже родила от него Что вы делали в первую половину дня В четверг? Вы что, меня подозреваете? В четверг С десяти до четырнадцати Я была здесь на репетиции Я и еще человек тридцать Из нашей труппы Ясно А что вы можете сказать О сыновьях, Екатерина Михайловна? Ну что, Ваню люблю Он со мной с пеленок Можно сказать Здесь в театре у нас вырос А Сашу я не знаю почти Все Пытаюсь угадать в нем Сережу И не вижу Да и Катинова в нем мало Разве что Актерские способности Передались А друг Александра Актер вашего театра Ярослав Чернов Актер? Да какой он актер? Недоразумение сплошное Актер Катя его пристроила сюда Только потому, что он друг Сашки А эта бездарность Даже не собирается быть актером Он откуда вы знаете? Да он как-то напился На банкете после премьеры И все выболтал Что соблазнил Какую-то наивную девочку Из еврейской семьи Что боял ее родителей И что они заберут его С собой в Израиль Не берет Сейчас она выйдет Так, на чем остановились? Значит, Чернов Убил Екатерину Гнатюк И украл ее драгоценностям Да, из протоколов Рябинина Я поняла, что она достаточно быстро Его заподозрила А доказательства нашла Когда приехала подтверждать его алиби Устроил схрон в квартире невесты? Нет, схрон был на даче А доказательства буквально висели На ушах у тещи Чернов подарил ей украденный Угнатюк Сергий с Апфирами Да Любовь делает мужчин глупыми Ни о чем думать не могут Ты же не себя имеешь в виду Ну, хоть у кого-то сегодня все хорошо Ну что? Как он? Пришел в себя Шутит Можно по нему? Нельзя Не понял А тебя как отпустили? Пришлось стать его невестой Так где же оставшаяся часть украденных украшений? Чернов Мог ее спрятать и забрать Когда вышел на свободу Возможно Он отсидел девять лет После того, как вышел Сразу уехал в Израиль Умер пять лет назад Ты ведь не допросишь уже В чистосердечном признании Написанном от руки Чернов допустил в одном месте Описку Он написал мы Потом зачеркнул и написал я Думаю, что у него был сообщник Который сохранил для него вторую часть С драгоценностей Возможно, Алена узнала, где они Или нашла этого сообщника Хорошая версия Демин У тебя что? А у меня одна, но большая новость Алена украла у Ивана Гнатьюка чашку Ваши версии для чего? Версия первая Она стоит очень много денег Версия вторая Она ей очень понравилась Может быть, ей нужны были отпечатки Ивана Гнатьюка? Это вряд ли Отпечатки пальцев есть в деле Екатерины Гнатьюк Она могла получить к нему доступ через редакцию На чашке остается слюна По слюне можно определить риски наследственных заболеваний Или степень родства Точно! Максим! Олегович! Олегович, помнишь показания подруги Гнатьюк Актрисы Марины Мазиной Она утверждала, что Александр не похож ни на своего отца Сергея Романова Ни на мать Екатерину Гнатьюк Мила Львовна Умница Узнаю Александра Гнатьюка Не прихватила ли чего-нибудь у него Алена после интервью А ты, Ваня Обзваниваешь все генетические лаборатории Москвы и Московской области И выясняешь, был ли у них заказ От Алены Костиной Дорогие друзья, с вами самое честное ток-шоу страны Поговорим на чистоту с Александром Гнатьюком Всем добрый-добрый вечер Добрый-добрый вечер Александр Сергеевич Здравствуйте Мила Львовна, здравствуйте Как я рад вас видеть К огромному сожалению У меня крайне мало времени Очень скоро эфир, задерживаться нельзя Чем я могу вам помочь? Я быстро Скажите, после вашего интервью с Аленой Костиной Не заметили ли вы пропажу каких-то личных вещей? Вроде нет А должен был? Ну, это могла быть посуда Чашка, ложка Или расческа, одежда Понимаете, в чем дело, моя дорогая Мила Львовна Мои поклонницы, будь они неладны, жаждут обладать, если не мной, то какой-либо вещью со мной связанной Я уже настолько привык К постоянным кражам мелких личных вещей Что перестал расстраиваться Обращать на это внимание То есть не заметили? К сожалению, не могу сказать ничего определенного Александр Сергеевич, пройдите в гримерку, пожалуйста, на поправке Простите великодушно, Мила Львовна Меня уже зовут Вынужден откланяться До свидания Удачи Простите, я из полиции Вы по поводу украденного костюма? Да 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 Когда вы заметили пропажу? Неделю назад Не понимаю этих людей Ну ладно, термосумка Она в хозяйстве хоть пригодится А курьерский костюм зачем? Картошку на даче копать Или в лес за грибами ходить? А для чего используются эти костюмы? Статисты надевают во время рекламы А какого размера был костюм, который пропал? Пятидесятого на рост метр восемьдесят Между прочим, единственный О, Костя Приветствую Привет, Макс Какими судьбами? Это я позвал Я узнал, что Алена заказала экспертизу В Центре молекулярно-генетических исследований И мне прислали заключение, но там нифига не понятно И Костя согласился перевести на русский Друзья, здесь сообщается о том, что был проведен сиблинговый тест Который позволяет определить, имеют ли два человека общими одного или обоих родителей Из заключения следует, что вероятность родства между представленными образцами 0% Таким образом, в Ростоне подтверждено А еще там указаны предметы, которые были предоставлены для экспертизы Это биоматериал с чашки мятного цвета Очевидно, та чашка, которую украла Алена у Ивана Глентюка Так И биоматериал с чашки красного цвета Что за красная чашка, мы не знаем Коллеги, и есть еще одно совпадение Нуклеотиды ДНК образца с красной чашки Идентичны формуле ДНК с контактной линзой Которую мы нашли в квартире убитой Александр Сергеевич, подождите Мила Львовна, как же я рад вас видеть Мила, назад! Натюк, стоять! Не трогай ее! Тюкот! Максим! Брось пистолет Брось пистолет, иначе выживай мою мозги! Ну! Бросай! Отбрось его! Мы поступим так Я сажусь в такси Беспрепятственно уезжаю А вы получаете свою сотрудницу Живой и невредимой Натюк, отпусти ее! Демин, нет! Стоять! Ваня! Ваня! Дай сюда! Ваня! Держите! В машину его! Ваня! 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 Делай что-нибудь! Ваня! Все, 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 мило, мило, все! Ваня! Послушай меня внимательно Ты гниль, падаль Ты паразит на человеческой жизни Я тебя сгною Раздавлю как таракана А за Демина Я весь остаток твоей никчемной жизни Превращу в ад Ты понял меня? Ты понял меня? Александр Сергеевич Натюк Вы обвиняетесь в убийстве журналистки Алены Владимировны Костиной И в убийстве лейтенанта полиции Демина Ивана Константиновича При обыске в вашей квартире были найдены Ноутбук и мобильный телефон убитый А также кожаные черные ботинки 43-го размера Протектор которых совпадает с отпечатками обуви в квартире убитой А также орудие убийства Пистолет ТТ Ваш рост 177 сантиметров Вы имели беспрепятственный доступ к гримерную статистов Откуда вы украли костюм разносчика пиццы Вот заключение из Центра генетической экспертизы ДНК с чашки, которую у вас украла Алена Идентичный ДНК контактной линзы Которую вы обронили в квартире убитой Но главный вывод, который нам позволяет сделать эта экспертиза Вы не родной брат Ивана Гнатюка И не являетесь сыном Екатерины Гнатюк В Бийске Алена нашла родственника Анфисы и Василия Рыбаковых Приемных родителей настоящего сына Екатерины Гнатюк И они подтвердили журналистке смерть усыновленного мальчика в пятилетнем возрасте Александр Сергеевич, вы признаете себя виновным? Точнее, Александр Васильевич Рысаков Так вас по-настоящему зовут Что? Что смотришь? Презираешь? Валяй! Какие перспективы были у меня забытого богом детдомовца? А? Никаких! ПТУ, койко-места в общаге Мне жизнь дала счастливый билет И я в цепинцу в его зубами! Сегодня у нас в гостях в нашей студии Любимая советскими зрителями Известная актриса Екатерина Гнатюк Здравствуйте, Екатерина Михайловна Екатерина Михайловна Расскажите о вашем новом фильме «Притворство» А я ведь ее знаю Я с ней, как с тобой, говорила Да брешешь! Прежде всего, конечно, я хочу поблагодарить нашего режиссера Я на Северном Урале жила В Сосве и в лагерных яслях работала Так вот эта актриса там срок отбывала И ребеночка себе нажила А у меня в коммуналке в соседях семья жила Директора Сосвинского леспромхоза Рыбаковы Василия и Анфиса Вот только деток у них не было Они меня и попросили ребеночка им подобрать Хорошего Я им про сыночка Гнатюк-то и рассказала Ну, они его по закону себе и записали И стал называться Рыбаков Александр Васильевич Потом они очень быстро куда-то уехали На Алтай, кажется Это была гениальная идея И воплощена в самом лучшем виде Рыбаков Алена Костина узнала, что вы самозванец и потребовала деньги за молчание, верно? Висеть у кого-то на крючке? И еще чего? Хорошо. Пройдите. Сколько дней он пройдет реанимация? Понимаю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Где вы взяли деньги на выкуп доли Ивана в квартире Екатерины Гнатюк? Накопил. Забрав драгоценности из сейфа Екатерины Гнатюк? Что вы несете? Вора-убийца Гнатюк давно пойман и понес наказание. Рысаков, не утруждайтесь. Ваше притворство раскрыто. Найди в себе мужество взглянуть мне в глаза. Как ты вообще с этим жил? Приходил в этот дом, говорил со мной. Думал, вот дура, когда получал мои деньги, мою помощь. Нет, мам. Не смей. Мой сын умер. Я был благодарен и стыдился своего поступка. Я думал, что обязательно все расскажу потом. Когда стану кем-то, кем ты, вы будете гордиться, когда я смогу заботиться о вас и вернуть все сполна. Уходи. Просто уходи. Из института уходи. Я сама тебя оттуда переведу. Я не могу видеть тебя больше в Москве. Ключи. Я сказала ключи. Пока я жива, все театры, все киностудии Москвы будут для тебя закрыты. Пошел вон. Мамаша моя новоявленная из Москвы меня вышибает. И чего? Надо Цацки ее с сейфа подтянуть. Там на несколько тысяч. Ты со мной? Что предлагаешь? Подушкой. Тихо. Надо все сделать завтра утром. Она будет одна в квартире. Все делим пополам. Цацки тогда надо будет разные места спрятать. Если заметут, когда выйдем, заберем. Договор. Встречаемся в 9.30 около ее дома. Угу. Ты мне друг. Я тебе брат. До конца дней. Помнишь? Екатерина Михайловна, пожалуйста, откройте. Мы обо всем с тобой поговорили. Прошу тебя, уходи. Давайте простимся по-людски. Не как вчера. И вы больше меня никогда не увидите. КОНЕЦ Поехали! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Навесняю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В конце восьмидесятых Ярик вышел из тюрьмы. Я отдал ему его часть драгоценностей. Он уехал в Израиль. Женился на своей егении. Умер пять лет назад. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Легко. Для меня всегда был важен статус. В этой квартире я чувствовал себя повелителем вселенной. Это рефлексия и самокопание не посещали меня. Ну что ж, теперь у вас будет много времени с ними познакомиться. Ланя, друг, ты всегда был рядом. И будет очень тебя не хватать. Спасибо за службу, лейтенант. Дюмин, я плохо себя с тобой вела. Мне очень жаль. Надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь. Пока, Вань. Пусть земля тебе будет пухом. Значит, план действий такой. Сейчас едем ко мне, берем вещи и потом к тебе. К тебе чемодан большой? Какой чемодан? С колесиками. У меня просто сумка маленькая, все вещи не поместятся. Андрей, ты о чем вообще? Евгения Александровна, я подписал приказ о вашем отпуске. Сегодня уезжаем в самолет через шесть часов. Давай, время идет. Заводи машинку. Вот она что. Так точно, слушаюсь. Ну, подожди, подожди. Ты что, не рада? Правило номер один. Все решения принимай сама. Правило номер два. Женечка, теперь у тебя есть я, поэтому первое правило отменяется. Лев Сергеевич, это сборник турнирных партий сильнейших шахматистов мира с подробным разбором стратегий и тактик. Издание довольно редкое и, ну, мне остается надеяться, что у вас такого нет. Прошу. Действительно, нет. Спасибо большое. Изучу с большим интересом. Максим, я должен сказать вам, что глубоко соболезную вашей утрате, терять друзей тяжело, а Иван был молод и от этого больно вдвойне. Спасибо. Такая работа. Будь она неладна. Это работа. Да, хорошо. Хочу сказать молодые люди, что кажется, уже пора переходить к трапезе. Тут так и иначе оголодать можно. Моя утка с клюквой уже готова, мила. А что там твой салат, а? Я быстро. Давай. Максим, это весьма волнительный момент для любого отца. Я должен признаться, что и сам выступаю в таком качестве впервые. Тогда я буду откровенен. Весьма часто зрелые мужчины и молодые девушки ждут от отношений взаимоисключающих вещей. Что вы об этом думаете, Максим? Я понимаю ваши опасения, но, Лев Сергеевич, у меня самые серьезные намерения в отношении вашей дочери. Я хочу сделать все, чтобы она была счастлива. Все готово. Судя по подарку, вы играете в шахматы. Верно? Умудрился в школе получить третий юношеский, но с тех пор разряда не подтверждал. Ну, вот мы и посмотрим, как вы справитесь теперь. Предлагаю нам с вами сегодня сыграть партию. С удовольствием. Лев Сергеевич, выбор цвета за вами. Вызов принят. Стой! Стой! Там моя жена, Валя. Подождите, подождите. Ваши документы. Вы мне звонили. Там моя жена, Валя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Возьмите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Лусанов, заблудился, что ли? Вы не ту геолокацию прислали, Алексей Петрович. Я научился потом, как это делать. Ты не умничай, а работай. В общем, сразу могу сказать, здесь типично я не справился с управлением. Ну и влетел в дерево. На. Сфотографируй там все, а потом мне перешлешь. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алексей Петрович. А? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это не простая авария. В смысле? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну это громко сказано. Я чиню вертолеты, Света делает авиапокрышки, а у Леши летная школа. Вот и вся авиапромышленность. Семен, а почему вы остались дома и не поехали с Валентиной? У нас со Светой был видеозвонок с клиентом из Анадыри. С ним плюс 9 часов разницы. Вот нашли время, когда всем удобно. Поговорили с ним минут 40, потом позвонили из полиции, сказали, что Валя... Скажите, у вашей жены были родственники, кроме вас? Нет, только я. А ваши родственники как относились к Валентине? Прекрасно. Девочки дружили. А с братом мы... Мы с ним редко общаемся. Он в разводе. Здесь у нас камер нет, только на въезде в поселок. Покажете нам гараж? Да, заходите, дверь не заперта. Да. Это всегда так? Да. Охрана патрулирует поселок раз в час. Мы никогда не волновались. А автомобиль закрывали? Да тоже нет. Ставили на сигнализацию только когда уезжали в отпуск. В ту ночь, может быть, вы какие-то звуки слышали? Необычную. Посторонней собаке, может, Лайль Соседский. Наша спальня в противоположной стороне. Там обычно ничего не слышно. У нас к вам будет просьба. Приедет наш автоэксперт. Все здесь посмотрит. Вы, пожалуйста, ничего здесь не трогайте. Хотела сказать тебе спасибо за Илью. Он правда сможет нам помочь. Ладно, повезло ему, что я сегодня добрый. Ну что, дверной, врезной, замок чист. Следов взлома нет. Вот что, я пойду обойду периметр. Может, кто-нибудь лез через забор? Да, хорошо. Илья сказал, что следы кислоты могут быть где угодно. Что преступник мог ее пролить. Да что же это такое делается? Я прямо чувствую его присутствие здесь. Илья, 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 илья. Ну, ничего. Ничего нет. Но вот что интересно. Нам дом стоит на краю поселка. За поселком лес. За лесом трасса. Трасса. Я тоже об этом подумала. Там же камер нет. Может быть, преступник с трассы прошел через лес? А если у него был ключ, просто зашел через калитку в дом? Держи. Умница. А что ты делаешь в автоэкспертизе, если ты пишешь диссертацию? Одну другому не мешает. Прости, а сколько тебе лет? Двадцать пять. Я экстернал закончил школу и институт. Потом сразу пошел в аспирантуру. Мой мозг работает быстро и качественно. Молодец. Ну, хорошо. Объясни мне, пожалуйста, каким образом кислота могла оказаться в тормозной системе? Ну, обычно для этого используют шприц. Но введенная смесь сложносоставная. То есть ее специально смешивали так, чтобы было трудно определить. Поэтому в данном конкретном случае это не шприц. Расшифрю, пожалуйста. От такого кислотного состава шприц расплавился бы. Преступник принес кислоту в чем-то еще. То есть... Ну что там? Замаренов дал добро. Рано радуешься. В группу я тебя беру. Неофициально. То есть совершенно секретно. Иначе отделы по экспертизе объявят нам бойкот и тебя вообще выгонят. Решать тебе. Я согласен. Рисковый ты парень. Ну хорошо, завтра поедешь в дом жертвы и изучишь там все пятна в гараже. Ясно? Да. Тогда я пошел. Буду готовиться. А я завтра еду к Светлане, да? Это что? Это кулон. С метеоритом. Частицы вселенной. Тебе. Спасибо. Давай больше всего иди не слово о работе, а так о тебе. Простите, ничего не успела ни купить ни приготовить. Зульфия моя уехала к родне. Спасибо. Вы, наверное, целый день на предприятии? Да, практически ночую там. Вот, хотела начать новую жизнь без работы, но вот теперь даже не знаю, как. Вы о передаче вашего бизнеса брату Семену? Да, смерть Вали нас всех подкосила. А какие у вас были с ней отношения? Да нормальные. Хорошие даже. Вы понимаете, у меня подруг практически не от Вали, единственная была. То есть она вам доверяла? Ну да. Она обсуждала с вами какие-то семейные проблемы? Ну что там рассказывать? Деток у них не было. Что только не перепробовали. И как? Да и мне Бог не дал. Часто пары распадаются из-за невозможности иметь детей. Может быть. Но у Вали с Семеном был крепкий брак. Я издалека вижу тех, кто ходит налево терпеть не могу. Светлана, скажите, почему именно в тот день вы предложили Семену забрать ваш бизнес? Вы что, меня подозреваете? Ну, мы обязаны проверить все версии. Мне скрывать нечего. Я одна растила братьев. Я на работе со школьных лет. Я устала. У Алексея команда в голове. Он одиночка. А Семен закончил бизнес, школу, как управление. С кому мне еще доверять? Своё родное. Спасибо большое. Пожалуйста. Что-нибудь еще нужно, Семен Евгеньевич? Нет, это все. Спасибо. Семен Евгеньевич, а Валентина была когда-нибудь у вас на работе? Да, конечно. Но не прониклась. Сказала, что лучше будет мне помогать как юрист. И консультировала нас по патентам. Я правильно понимаю, что вы патентуете свои изобретения? Не мои. Брат Леша. А как иначе? В авиации по-другому никак. Не будешь придумывать, окажешься в конце списка. Ну, вот это мама, это Алексей, вот, средний. Это Семочка в школе, маленький. А вот это вот уже в аэроклубе. Светлана, а в чем конфликт между Алексеем и Семеновым? Да, молодость, любовь, гормоны. Не поделили красавицу. Ну, сейчас уже, слава богу, все, примирились. Ну, раньше ух. Ясно. А что вы делали в тот вечер, когда вернулись от брата? Ну, я уехала от них в десять и примерно к двенадцати была уже дома. Легла спать потом. Все хорошо? Да, спасибо. Семенович, вы мне извините этот вопрос, но вас связывают еще какие-нибудь отношения с секретаршей, кроме рабочих? Послушайте, я много раз думал ее уволить, как раз вот из-за этого вот. Но у нее маленький ребенок, и она действительно очень хороший сотрудник. Вы могли ее перевести на другую должность, например. Куда? В сварочный цех? Анастасия Викторовна, а скажите, а давно у вас это с вашим руководителем? Ну, Роман? У нас ничего нет. Ну, ладно. Все ваше поведение говорит об обратном. А смерть жены? Ну, прямой путь к заветной цели? Да если бы он на меня хоть разочек посмотрел, как на женщину, я бы все отдала, все. А где вы были в день смерти Валентины Копыловой? У подруги. На свадьбе в Казани. Я вам могу билеты показать туда и обратно. Хорошо, хорошо, Настя, хорошо. Мы проверим. Ну, все-все-все. Постарайтесь вспомнить. На предприятии были какие-нибудь несчастные случаи, конфликты? Может, кто-нибудь угрожал Семену Генчину? Да, было такое. Год назад случился пожар. Загорелся вертолет. Пострадал техник. Николай Титул. А жалеть меня не надо. Я и с одной рукой за двоих работаю. Значит, после ухода от Копыловых работаете здесь? Да. У друга. У настоящего друга. Такой, как шавку, не выкинет. А где вы были двадцатого числа? Не помню. А что? Будьте добры, вспомните. Это для вас же важно в первую очередь. Выходной у меня был. Так. Я инвалид, мне тоже отдыхать положено. Это понятно. Значит, были дома. Кто-то может это подтвердить? Да что случилось-то? Чего я должен все подтверждать? В этот день была убита жена вашего бывшего начальника, Семена Евгеньевича Коплова. Которого, как показывают свидетели, вы преследовали. Вот оно. Случилось возмездие. Николай, я повторяю свой вопрос. Кто-нибудь может подтвердить, что вы были дома двадцатого числа? Никто. Дочь к матери уехал. Один я был. Так что на, вяжи, начальник. Вы из города. Пока никуда не уезжайте. Зоя Николаевна, ваш отец подозревается в убийстве. Нам нужно, чтобы вы подтвердили его алиби. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, где он был двадцатого числа. Мы поссорились в тот день. Я уехала к матери, он был дома. То есть, точно вы не знаете, где он был после того, как вы уехали к матери? Да, я не знаю. И что? Папа добрый и честный человек. Он пожертвовал собой, спасая этот чертов вертолет. А как вы считаете, он хотел отомстить Семену Копылову за увольнение? Папа очень любил свою работу, дневал и ночевал там. Он спасал вертолет, как своего ребенка, понимаете? А его просто вышвырнули. Год назад в цехе Семена Копылова случился пожар. Горел вертолет. Техник Николай Титов отважно бросился спасать имущество, но получил производственную травму. Сильно горела рука, спасти ее не удалось, ампутировали. Страховка от предприятия всех расходов не покрывала. И Николай Титов пришел к Семену Копылову просить о финансовой поддержке. Тот выплачивает ему неустойку. Но сумма Титова не устроила. Он подал в суд и проиграл. С тех пор Титов стал преследовать Копылова. Но вы подозреваемый. Это хорошо. Потому что я у Светланы пока мотива не вижу. И потом камеры видеонаблюдения подтверждают, что она вернулась от Семена около полуночи, поставила машину на парковку и больше никуда не ездила. Можно я теперь? Пятна в гараже полностью совпадают с пятнами на корпусе цилиндра. И это значит что? Что я, как всегда, оказался прав. Некто залил кислотный состав в тормозную систему. Такие аварии случаются, когда преступники хотят принудительно остановить автомобиль для грабежа или похищения. То есть ты хочешь сказать, что кто-то хотел похитить или ограбить Валентину и для этого специально ночью испортил тормоза? Ну да, они сходятся, согласен. Угу. То есть все-таки ты не всегда прав. Подождите, можно я скажу? Я порылась в личных данных Копыловых и нашла один очень интересный момент, о котором почему-то ни Семен, ни Светлана не сказали. Алексей, средний брат Копыловых, отсидел восемь лет за предумышленное убийство. Интересно. Ну, справедливости ради, надо сказать, что это было давно, в 1998 году. Я запросила доступ к делу и назначила встречу у Алексея. Я понял. Убить хотели не жену, а мужа. Вот это неожиданная версия. Хотя жизнеспособная. Ну да, смотрите. Алексей узнал, что Светлана решила полностью передать бизнес Семену и решил его убить. Ну да, все сходится. Спасибо. До свидания, Максим Олегович. Давай. Максим! Ребята, вы меня извините. Мне нужно задержаться. Я завтра все объясню. Хорошо. До завтра. Пока. Пойдем? Привет. Понял? Так. Субтитры подогнал «Симон» 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 Привет. Прости, что пропал, но вчерашняя встреча оказалась с сюрпризом. Так. В общем, дело вот в чем. Пять лет назад у меня был курортный роман с Юлей. Юля. В конце отпуска мы поссорились. Как-то глупо все закончилось. Мы разъехались. Она в Иркутске, я в Москву. Я пытался ее найти, чтобы как-то объясниться. Не получилось. Как выяснилось вчера, она тоже делала попытки меня найти, но не судьба. И вот недавно она увидела меня в новостях, когда Ваня погиб. Юля приехала, чтобы сказать мне, что наш роман имел. Имеет. Продолжение. У вас девочка? Мальчик. Мальчик. Максим. Мы оба хотим быть уверены на сто процентов, поэтому я сейчас поеду в клинику, чтобы сдать образцы. Мил, все будет хорошо. Ты нос только не вешай. Но я должен с этим разобраться. Сын, это здорово. Я тебя очень люблю. Увидимся в управлении. Да, хорошо. Увидимся в курсе. Дыши. Тихо. Идите. Ой. Ты был, ты новый. Да, какой. Дышишь. Увидимся в шоке. Да, какой. Увидимся в дубове. Да, какой. Идите, а какой. Простите, но я не уверен, что смогу вам чем-то помочь. Я практически не знал жену брата. Мы виделись с Валентиной несколько раз на семейных встречах. И все. Алексей, я хотела поговорить с вами о вашем конфликте с Семеном. В чем его причина? Вы называете конфликтом наше нежелание общаться. Уверяю вас, так бывает. Мы просто разные люди. Боюсь, что мне необходимо знать несколько больше. Поскольку мы подозреваем, что убить хотели именно Семена. И что он по счастливой случайности избежал гибели. Я еще раз вам повторяю. Я ничем не могу вам помочь. Я не знаю, как и чем живет мой младший брат. А наш конфликт давно исчерпан. Семен и Светлана сказали, что вы изобретатель. И что они запатентовали много ваших проектов. Я бы не назвал это изобретениями. Скорее, несколько рабочих идей с практическим применением. Можете назвать одно или несколько. А зачем вам это? Но если вы разбираетесь в авиационной технике, то и с автомобилями хорошо знакомы, верно? Вы как-то очень издалека предъявляете мне обвинение. Говорите прямо. Мне известно о вашем восьмилетнем сроке за преднамеренное убийство Олега и Елены Буровых. У вас из-за этого давний конфликт с Семеном? Всю жизнь она меня преследует. Да, мы с братом любили одну женщину. Елену Бурову. Отпусти ее! Не держи! Да не держу я ее! Она меня любит! Она тебя не любит! Она меня любит, понял? Семен, отдай нож. Дай сюда. Даже если оставлю. Что дальше? Что? Прекратили цирк оба! Люди смотрят. Ты про мужа не забыл? Олега, куда денешь? А что муж? Раз и все. Проводок перерезал. И где этот ваш Олежка? Ау! Сума! Лена будет моей, вот увидишь. Сума, ты с ума сошел? Что такое говоришь? А что? Отправь его домой. То я за себя не отвечаю. А то что? Придурок. Ты нарвешься, Олег. Ты ненормальный. Со смертью играешь. Ё-ха! Я сделаю этот колокол! Чего бы мне это не стоило. Ладно. Ты прав. Не могу без адреналина. Ломка начинается. Вот и я не могу. Олег, я ухожу. Ищи мне замену. Эй, ты чего? Это из Оленки, что ли? Ты мой друг. Я так не могу. Да ладно, я давно знаю, что вы с Семой у нее втюрились. Дай мне в морду. Леха, я тебя понимаю. Она королева. Но из-за бабы бизнеса дружбу рушить не дам. Ты остаешься, все. Олег, пойми. Леха! Хорош! Расслабься. Я тебе доверяю. Ты не предашь. Уволь Семена, а? Прямо сегодня. И ты еще зачем? Его нужно изолировать от Лены. Скоро экзамены, а у него крышу снесло. Вот и как значит с братом. Ладно, скажу охране, чтобы не пускали. Поможешь? Я тут молния такая непослушная. А я, я куп видишь. А я не прихожу, ты так. Я не знаю. Я не знаю. Я не пускай. Я не могу так. Я не чувствую. Лена, нам нельзя. Можно, Леша. Все можно. Надо только закрыть глаза. Я с тобой другая. Мне это так нравится. Не могу без тебя. Вы – вся моя жизнь. Ну, все это давно в прошлом. Теперь у меня другая жизнь. Растет дочь. А то, что ваша сестра передала свою часть бизнеса Семенову, вас это не задело? Я благодарен, Светлане, за то, что она поступила именно так. Поэтому я могу и дальше заниматься тем, что люблю – летать. До свидания. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, я начну? Ну, давай. Давай. Я закончил анализ жидкости, которую убийца влил в тормозную систему машинокопыловых. Так, что? Это сложносоставная кислотная смесь. Я узнал почти все ее компоненты. Эта смесь разъедает почти все металлы. Так, хорошо. А где используются кислоты, которые есть в этом составе? При полировке стекол, в металлургии, в стоматологии, при производстве удобрений… Стоп! Стоп! У Николая Титова дочь Зоя работает в стоматологии. Вырисовывается рабочая версия, что бывший техникопыловых Николай Титов имеет мотив – месть за производственную травму. Имеет навыки. Он хорошо знаком с устройством автомобиля, работает автослесарем в автосервисе. У него нет алиби. И у него, возможно, есть соучастница – дочь Зоя, которая может обеспечить его всеми необходимыми кислотами. Мила Львовна, что вы думаете об этом? Вы встречались с Алексеем Копыловым? Да, я говорила с Алексеем. Он сказал, что не убивал Валентина, и у него нет повода преследовать Семена. Ну, а сами-то вы что думаете по этому поводу? Я думаю, что он подходит нам в качестве подозреваемого. Во-первых, у него есть судимость за предумышленное убийство. Во-вторых, он технически подготовлен. В-третьих, у него, возможно, есть доступ в дом брата. И потом мотив – раздел бизнеса, в котором его обошел младший брат Семен. Все, как говорил Илья. А Валентина могла быть просто случайной жертвой. Неужели у нас есть идеальный подозреваемый? Это пока только предположение, возможно, обнаружатся факты, которые разрушат эту версию. Мне бы не хотелось торопиться с выводами. Я получила, наконец, доступ к архивному делу. Сегодня изучу, завтра отчитаюсь. Так, мне пора, к сожалению. Начальство не одобряет мои отсутствие. Но завтра я как штык. Пока. Пока. Как дела? По результатам ДНК-теста Максим... Мой сын... Рада за тебя. За вас. Правда. Мой сын... Ну, прости, я... Я, честно говоря... Не знаю, со мной такое впервые. Я растерялся. Я... Я даже не знаю, что мне делать. Хотя, наверное, нужно... Оформить опеку как-то. Определить дни, когда я с ним буду видеться. Выходными там... Вечерами... Ну, прости, я очень по тебе соскучился. Любимая моя. Я сам рос без отца. Я не хочу, чтобы мой сын столкнулся с тем самым. Нет. Убий 70-летний журналист. Так, раз. Какого опеку? КОНЕЦ КОНЕЦ Упал! КОНЕЦ 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 Ведро бери! Давай! Всё проверил! Волёт! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Что случилось? Олег упал! Беги в техничку, звони в скорую. Нужна реанимация, слышишь? Я уже всех вызвала. Лена, где ей сказали? Лена? С Олегом всё. Господи, нет! Волёт! Улыбка! Причём 3 Волёт! На них, мёёл! 500 рублей! Улыбка! Субтитры создавал DimaTorzok Одну минутку, граждане. Спасибо. Хорошо начинается твоя стажировка, Егоров. Привет. Здравия желаю, Сергей Романович. Докладывай, что узнал. Одномоторный самолет упал при наборе высоты. Два труппа. Супруги Елена и Олег Буровы. Владельцы аэроклуба. Что, эксперт? Говорят, гидравлическая система выведена из строя намеренно. Один из шлангов перерезан. Понятно. Значит, убийство. Кто отвечает за предполетную подготовку? КПЛОва Светлана Евгеньевна. Руководитель ремонтной бригады. Женщина? Да у них тут вся семья работает. Два младших брата еще. Алексей и Семен. Все механики. Фактически она руководила этим клубом. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Старший следователь по особо важным делам Крушилин Сергей Романович. Вот журнал предполетной подготовки. Готовил самолет механик Махнув. Вот его подпись. Принял Олег Буров, пилот. Тоже расписался. Что происходило перед падением самолета? Отмечали пятилетие клуба. Олег позвал друзей. И Лена пригласила журналистов. Устроила фотосессию. Потом Олег поднялся, набрал высоту и вдруг упал. А почему Елена Бурова оказалась в самолете? Не знаю. Может, ей так захотелось. Олег ни в чем не мог ей отказать. То есть она не должна была лететь? Нет, конечно. Это нарушение безопасности. Первичная техническая экспертиза показала, что шланг был перерезан, а масло слито. Кто еще имел доступ к самолету? Ангар всегда открыт. Здесь полно друзей Олега. Все летчики. Все разбираются в технике. Кто мог желать смерти Олегу Бурову? Не знаю. Он со мной не откровенничал. А где я могу найти механика Махнова? Он в ангаре сидит. Махнов Георгий Нестерович. Я вам сразу говорю, у вас не получится повесить на меня аварию. В журнале предполетной подготовки зафиксировано, что вы провели осмотр самолетов в 10.45. Может, были какие-то недочеты, но вы закрыли на них глаза? Да вы что, все идеально было. Хозяин самолета принял, а я отправился в техкорпус за маслом. Егор, делом займись. Как долго вы отсутствовали? Минут 10. Я вернулся, увидел Олега Николаевича, с Семкой дерутся. Семка – это наш младший механик. Вот. Ну и Семенову кричит начальнику, я тебя убью, убью, я еле растащил. Так и сказал. Да это он так по злобе и… А из-за чего они дрались? Семка Копылов в жену хозяина втрескался и… Люблю, говорит, она моей будет. Ну, Олег Николаевич ему по мордасам дал так хорошенько. Потом Светка Копылова прибежала и Семку оттащила в другой конец ангара. Все, хозяин ушел. Я его больше не видел. А кто еще был в ангаре? Свистунов – механик, Карпов – главный в казино со своей охраной. Они на драку смотрели, ржали. Все могло быть по-другому. Как мне теперь жить? Ее нет. Ты понимаешь? Ее нет. Семен, хватит. Прекрати истерику. Это следователь, ему нужно с нами поговорить. Из-за чего вы сегодня подарились с Олегом Буровым? Потому что это подло. Он мог глазам не сказать, что я уволен. А он охране приказал меня не пускать. Вы поймите, в его возрасте все в кого-то влюблены. В актрис, в певиц, в жену начальника. Не стоит серьезно относиться к словам мальчишки. Все будет хорошо. Алексей, можно вас? Вы ведь дружили с Олегом Буровым, верно? Да. Еще со школы. Вместе поступили в летное училище. Пять лет назад, сразу после выпуска, Олег открыл свой аэроклуб и позвал меня к себе инструктором. Как по-вашему, кто мог желать смерти Олегу Бурову? Не знаю. У него был долг перед Карповым. Он заложил самолеты. Утром сказал, что вчера ему повезло, в казино флэш поднял, что он готов выкупить самолеты обратно. А Карпов знал об этом? Ну, думаю, да, знал. Свистунов доложил, скорее всего. Как вам обращаться, начальник? Старший следователь по особо важным делам Крушилин Сергей Романович. Гражданин Карпов Антон Петрович. Какие у вас были отношения с Олегом Буровым? Нормальный был кемт. Есть информация, что Олег Буров заложил три своих самолетов в счет долга в вашем казино. Я могу увидеть закладные? Да не вопрос. Так. Долг должен быть погашен в течение трех месяцев. По истечению срока самолеты переходят в вашу собственность, а срок погашения завтра. Буров расплатился с вами? Самолеты мои мертвые долгов не возвращают. Олег Буров накануне выиграл достаточную сумму и был готов вернуть вам деньги. Вы знали об этом? Палево. Не гони, начальник. В аэроклубе работают механик Свистунов. Есть показания свидетелей, что ваши люди давали ему деньги. За что вы с ним расплачивались? По-братски тебе скажу, начальник. У нас золотое правило. Пацаны не грузят меня по ерунде. Пока этот механик не стал для меня проблемой, я его не знаю. Свистунов Альберт Михайлович, у вас будет произведен обыск. Понятые, проходите, вы можете приступать. Хороши соседи, ё-моё. Вам тоже гости от меня нагрянут, не переживайте. Альберт Михайлович, скажите, вы брали деньги от сотрудников в казино Эльдорадо? Какие деньги? Где я и где казино? Забогател прямо, ага. Люди Карпова давали вам деньги. Есть свидетели. А сразу после крушения самолёта вы уехали вместе с ними. Ну, скорее фанились мы. Они нормальные пацаны. По-братски подвезли меня. А чё мне там делать? На трупы смотреть? Да землю с горя жрать? Никто из них мне деньги не давал. Альберт Михайлович, гидравлическая система упавшего самолёта была повреждена намеренно. А вы имели к нему доступ. Сколько вам заплатили за убийство Олега Бурова? Э, начальник! Ты убийство на меня не вешай! Это Сёмка с Буровым дрался. Орал, что убьёт. А потом один в ангаре остался. Он и мог шланг чикнуть, когда я ушёл оттуда. Его я арестую мою! Куда вы уходили? В техничку. За прокладочной резиной. Я ещё Сёмке тряпку кинул, чтоб он кровь вытер. Хозяин нормально ему так мазал. А когда обратно вернулся, не было уже в ангаре никого. Сергей Романович! Сергей Романович! Вот. Фотография. Семён Копылов. Фотограф случайно щёлкнул, выверял баланс света. Интересно. Молодец, Егоров. Ну-ка, Светунов, сядьте обратно на диван. Да нормально, я постою. Сядьте, вам говорят. Субтитры подогнал «Симон»! Так-так. А это что такое? Светунов Альберт Михайлович, вы задержаны по подозрению в убийстве Олега и Елены Буровых. Ну что, стажёр Егоров? Вот ангар. Вот три самолёта. Это самолёт Олега Бурова. Около него стоит механик Махнов. За соседней машиной механик Свистунов. На входе владелец казино Карпов с братками. Приходит пилот Олег Буров. Принимает самолёт у Махнова. Вот его подпись в журнале. Махнов уходит. Вбегает младший техник Семён Копылов, начинает драться с Олегом Буровым. Свистунов стоит, не реагирует. Братки стоят, смотрят и забавляются. Возвращается Махнов. Разнимает дерущихся. Прибегает Светлана Копылова, тоже помогает разнимать. Оттаскивает брата в другой конец ангара. После драки. Олег Буров уходит с братками. Светлана уходит, чтобы взять аптечку. Свистунов уходит за подкладочной резиной. Какое-то время Семёнов остаётся в ангаре один. Есть снимок фотографа? Да. Вот он. Как раз перешёл к самолёту. Через какое-то время, видимо, уходит и он. Возвращается Свистунов. В ангаре никого нет. Итак, стажёр Егоров. Какие мы можем сделать выводы? Ну что, есть три подозреваемых. Так. У каждого есть мотив. Первые два Карпов, заказчик, нанимает Свистунова, исполнителя. Мотив Карпова — не возвращать Олегу самолёты. Мотив Свистунова — деньги. Подозреваемые три, Семён Копылов, влюблён в жену начальника. Заинтересован в гибели соперника. Ну, с Карповым и Свистуновым всё понятно. Но что делать с Семёном? Он же не мог желать смерти любимой женщине. Он мог не знать. Сергей Романович, у нас же есть показания. Она не должна была лететь, но по неизвестной причине села в самолёт. Думаю, задержать Семёна Копылова, может, после предвариловки он и разговорится. Ну что, по домам? Товарищ следователь, здравствуйте. Добрый вечер. Я Алексей Копылов. Да, я вас помню. Вы что-то хотели? Я убил Олега и Елену Буровых. Готов написать чистосердечное. Молодой человек, вы осознаёте, что наговорили себе на приговор? Нет женщины, которая мне была нужна, как воздух. Остальное не имеет значения. Подождите. Вы что, тоже любили Елену Бурову? Да. Она любила меня. И это была пытка. Я не мог отказаться от неё. И решил устранить соперника. Олег был отчаянный пилот. Достойная смерть для лётчика. Вас же никто не видел в ангаре. Когда вы успели? Во время драки Олега и Семёна я был в том же ангаре, но в другом самолёте. Когда все ушли, я понял, это шанс. Перерезал шланг гидравлики. Слил масло. Убрал тряпкой масляные пятна. Но я не знал, что Лена полетит вместе с Олегом. Что ж, сейчас всё, что вы сказали, нужно записать. Давайте закончим побыстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Зоя Николаевна, у вас будет произведен обыск. Вот ознакомьтесь с бумагой, пожалуйста. Проводите, делайте свою работу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Максим Олегович. Кажется, нашел. Зоя Николаевна, расскажите, пожалуйста, для чего вы используете вот эти препараты? Для поэтапной фиксации керамических коронок и виниров. По-моему, в списке ваших услуг нет протезирования. Это плавиковая кислота в малой концентрации. Папа ее использует для чистки протеза. Ясно вам? Ясно. О, нарисовались, не сотрешь. Че надо? Николай Степанович, ознакомьтесь, пожалуйста. У вас будет произведен обыск. Давайте так, мы вам говорим, что мы ищем. Вы рассказываете, где это находится. Вы используете в работе сульфаминовую и ортофосфорную кислоты. Кислота разъедает оксид железа и оставляет фосфаты. Когда средство полностью высыхает... Короче, кислота, которая убирает ржавчину, есть у вас? Мне это без надобности. У меня вот только то, что Зойка приносит. Пакость какую-то. Протез чистить. Показывайте. Илья, начинай обыск. Не получится у вас посадить пенсионера-инвалида. Максим Олявич, в соседнем боксе Мойка. При мойке используют кислотные чистящие средства. Надо глянуть. На мойку ордера нет. Это в вашей компетенции, Максим Олегович. Есть! Она! Их используют при растворении сильнейших загрязнений. Так, значит, наш пенсионер-инвалид мог сюда зайти, взять все, что ему нужно в любом количестве, да? И потом соединить с кислотой от Зои и готов смертельный коктейль. Это произвол! Вы за это ответите! Вы ответите за это! Я ознакомилась с архивным делом вашего брата Алексея. Алексей совершил двойное убийство. Как у вас все просто. А в чем сложность? Поделитесь. Леша не убивал Буровых и не выводил из строя самолет. Как так? Я же сама читала чистосердечное. Я тогда был совсем молод. Максималист. Все не мог его простить. Мы не общались. Света пыталась нас много лет примирить. Но я не мог. Однажды мы все-таки собрались все вместе. Был день памяти мамы. Взрослей, наконец! Не признайся! Свет, ты вообще понимаешь, что он несет? Все. Я ведь тогда что подумал? А что с тобой будет в тюрьме? Тебе 18 лет всего. Ты ведь там не выживешь. Все это правда. Алексей тогда пожалел тебя и взял все вину на себя. Как ты это сделал? Да вы ополоумились, что ли? Ничего я не делал! Клянуть памятью мамы! Алексей... Это чудовищная ошибка. Нужно возобновить следствие. Я готова помочь. Я найду хорошего адвоката. Я договорюсь о цене. Нет. Не надо. Моя дочь ничего не должна знать. Не надо. Семен, не молчи. Скажи Алексею. Но у меня есть связи. Я добьюсь справедливости. Не знаю. Я не знаю. Зачем сейчас все это вырошить? Подождите. Вы вообще не хотите знать, кто убил на самом деле? Олечка, дорогая, я... Честно, я не понимаю, как это вот сейчас все можно выяснить. Столько времени прошло. Там ведь быть кто угодно. Валя, пожалуйста. Это наше семейное дело. И оно закрыто. Никак не могу заставить себя навести здесь хоть какой-то порядок. И Зульфия наша пропала куда-то. Зульфия? Домработница. А ваша сестра тоже так свою домработницу называла? Так это одна и та же женщина. Света много работает. У нее не хватает времени следить за домом. Валя, Зульфию к ней устроила. Зульфию, как долго вы работаете в семье Копыловых? Четыре года. Ой, они замечательные люди, правда? Всегда меня на Байрам отпускали, подарки дарили. А когда вы начали убираться в квартире у Светланы Копыловой? Примерно два месяца назад. Хозяйка Валентина очень сильно меня попросила. Сказала, что для старшей сестры и ее мужа нужна уборка. Ой, Светлана очень хорошая женщина. Никогда не сделала мне ни одного замечания. А я чисто убираюсь, правда? Можете у всех спросить. А почему вы сбежали от своих работодателей? Сейчас все расскажу. Валентина попросила меня, чтобы я спускала ее в квартиру Светланы во время моей уборки. А чтобы Светлане об этом не говорить. Хозяйка сказала, что Светлана у брата Семена забрала какие-то важные бумаги и не отдает. А у хозяина могут быть проблемы. И даже могут в тюрьму посадить. Ну, разве так можно, чтобы старшая сестра обижала младшего брата? Вот я и согласилась. Простите еще раз, что вы конкретно делали для Валентины? Я открывала дверь и впускала ее. Я убиралась, а Валентина читала разные бумаги, быстро уходила. А в тот день... Why? Светлана пришла пораньше и увидела ее. Я сразу поняла, что потеряла обе работы. То есть ваши хозяйки поссорились? Да. А я испугалась и убежала. А вдруг меня обвинят в краже этих бумаг? Милая Львовна, я прошу минутку внимания. Я обещал быть с тобой честным, говорить прямо. Я же теперь папа. И понимаю, что дело это совершенно ответственное. В общем, согласовали мы график моих встреч с Максимом. Тут же важно еще, чтобы это было систематически. Так сказать, а не от случая к случаю. Надо, чтобы он ко мне привык. Чтобы он точно знал, что я у него есть, что никуда я уже не денусь. В общем, график такой. Среда вечер и суббота день. Поэтому я сегодня тебя, прости, не смогу проводить. А сегодня мы с Максимом Максимовичем смотрим мультики. Вообще, я, конечно, никогда не думал, что быть папой, это так здорово. Мил, спасибо тебе большое. За то, что ты меня понимаешь и так поддерживаешь. Я когда буду вечером дома, я тебе позвоню. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дочь. Как твой день сегодня? Мил, ты чего? Что случилось? Мил? Что случилось? Ну не молчи. У Максима есть ребенок. Он узнал об этом и так давно. И теперь он очень много проводит времени с сыном. Потому что ему важно быть хорошим отцом. Ну, потому что есть малыш. Я… Я все понимаю, да. У этого мужа есть мама. Он ее любил. А вдруг он ее не разлюбил? Доченька, милочка, ну… Нечто подобное иногда случается. Тебе сейчас, наверное, кажется, что ты задыхаешься, да? Кажется, что уже никогда не сможешь свободно дышать, да? Но это не так. Рано или поздно все раны рубцуются. И человек возвращается к прежней жизни. И с тобой это тоже скоро случится. Я в этом уверен. Нет, я не уверен в этом. Я это твердо знаю. Да, привет. Мил, привет. Ты как? Хорошо, я уже подхожу к отделу. Ты там? Нет, Максим заболел. Нужно везти его в больницу, потом дождаться результатов обследования. Ты можешь меня прикрыть? Вы там с Ильей можете как-то самостоятельно посовещаться? Да, хорошо, сделаем. Спасибо. Спасибо большое. Я позвоню. Пока. Что-то удалось добиться от Николая Титова? Ну, от техника инвалида. Допрос результатов не дал. И внятных доказательств у нас нет. Каких конкретно? Которые бы подтверждали, что Титов, спасибо, накануне аварии был в доме Копыловых. Доктилоскопия тоже результатов не дала. И он все отрицает. А у тебя есть хорошая новость? Я провел дополнительное расследование и выяснил, что жидкостно-химический состав, который выбил из строя автомобиль Копыловых, не разъедает только полиэтилен и каучук. Полиэтилен и каучук. Где-то я это встречала. В списке патентов в Копыловых было что-то с каучуком. Вот. Винтовой насос с каучуковым статором. Автор Копылов АЕ. Алексей Евгеньевич. Правообладатель Копылова СЕ. Светлана Евгеньевна. Знали бы вы, в каком состоянии был этот цех, когда я сюда пришла. Люди были черные от сажи. Я перезапустила производство, теперь оно безопасно и экологично. Светлана, туда можно попасть? Нам нужно посмотреть вон те канистры. Ключи у старшего мастера. Сейчас попытаюсь его найти. Думаешь, это они? Сейчас посмотрим. Не вижу. Может, через телефон приблизить? Вот они. Сульфаминовая. И артофосфорная. Светлана! Черт. Скорую, срочно. Это мы нашли у вас в квартире при обыске. Но я начну по порядку. Светлана организовала преступную схему. Присваивала часть средств с госконтрактов. А чтобы запутать следы, она оформляла документы на Семена. Валентина узнала об этом. И хотела защитить вас, Семен. Валя пыталась мне объяснить. Но я не слушал. С помощью домработницы Зульфии Валентина получила доступ в квартиру Светланы. Но вместе с фиктивными документами она нашла вот эти письма. Из-за них Светлана убила Валентину. Света убила Валю? Вы что, бредите? Есть доказательства. Нет. Скажи. Скажи, умоляю. Скажи! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Ты не могла! Спокойно. Итак, накануне аварии с восьми до десяти часов вечера вы были в доме у Семена и Валентины. Обсуждали детали передачи бизнеса Семену. Около полуночи вы вернулись обратно в Москву и поставили машину на парковку. Есть запись с видеокамеры. Во дворе камера не установлена, но у вас видел сосед, гуляющий с собакой. Дома вы переоделись и не узнанные никем вышли из дома. Машины пользоваться не стали от вашего дома до электрички не больше пятнадцати минут, и вы пошли пешком, верно? От станции электрички вы поехали на частном такси и щедро расплатились с наличными. Есть показания частника. Он опознал вас по фото. В дом Семена и Валентины вы проникли через калитку, взяв ключ накануне вечером, а утром, когда вернулись утешать Семена, вы повесили ключ обратно. После встречи с Семеном и Валентиной вы поехали к себе на предприятие, чтобы взять каучуковый насос и необходимые кислоты. Есть показания охраны вашего завода о вашем приходе. С помощью каучукового насоса вы влили кислоту в тормозную систему автомобиля и вернулись домой утренней электричкой. Но на вокзале, на платформе вы попали под камеру и оказались в системе распознавания лиц. У меня все. Кто-нибудь может мне объяснить? При чем тут эти чертовы письма? Я их тебе писал, Леша. Пошла вон отсюда! Ты чудовище! Как можно было столько лет с этим жить? Пошла вон отсюда тоже. Я не буду молчать. Я скажу все Семену и Леше. Тебе место в тюрьме. Сколько ты хочешь за молчание? Мне не нужны твои грязные деньги. Ты перепишешь свой бизнес на Семена. Это я повредила самолет Бурова. Ты? Ну зачем? Против тебя с Семом были все улики. Я решила признаться во всем. Пошла в милицию. А Леша опередил меня и взял всю вину на себе. Когда Лешу осудили, я написала письмо. Покаялась. Отправить не смогла. Подумала, ну ладно, возьму. Первое свидание в тюрьму. А Леша так обрадовался мне, что я не нашла в себе мужества сказать правду. Вот. Мучения окончились. Теперь могу смело уходить. Зачем ты убила Лену? Я не могла смотреть, как вы оба разрушаете свою жизнь без этой женщины. Ну и Олег получил по заслугам. Надо было держать в узде свою жену. Лена! Лена, подожди! Лена! Руки убери! Лена, я тебя по-хорошему прошу. Оставь в покое моих братьев. Ты же не собираешься уходить от Олега. Те два влюбленных болвана для тебя только развлечение. А знаешь, Олег так возбуждается, когда мужики по мне с ума сходят. Но тебе не понять. Пошла ты, синий чулок. Я такое придумала. После моей фотосессии я полечу с тобой. Нет, я не пущу тебя в кабинет. Ну, Олежа, это будет фурор. Наши фото на первых полосах. Я хочу. Лена, это опасно. Я буду там кверх, пузом, кувыркаться. А я буду пристегнута. Да. КОНЕЦ Светлана скончалась вчера в больнице. Илья, для первого расследования очень неплохо. Поздравляю. Да, ты молодец. Спасибо тебе. Если бы не ты, мы бы не раскрыли это дело. Зовите еще? Вы меня даже не бесили. Не могу похвастаться тем же. Может, отметим, а? Я угощаю? Отметим это хорошо, но давай в другой раз. Нам с Милой Львовной нужно кое о чем поговорить. Ну, раз так то, конечно. Пока. Пока. Как дела? Максим выздоровел? Да. Забрали из больницы. Хорошо. Он же такой парень. Он так держался хорошо. Не капризничал. Я укол научился делать. У меня легкая рука оказалась. Я за это время понял такую штуку, что я должен, хотя нет, почему я должен? Я хочу быть с ним рядом. Все время. Я хочу узнать его лучше. Я хочу заниматься им. я хочу участвовать в его жизни. Я хочу, чтобы у него был отец. В конце концов. Которого никогда не было у меня. Я решил предложить им с Юлией пожить вместе со мной. Ясно. Нила, прости. Ты самое лучшее, что случилось в моей жизни. Спасибо за часы с Максимом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...